Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас сегодня в передаче «Влияние» и в программе служения проекта «Иисус и Гектор». Меня зовут Руслан Пшиченко, я отец сына Гектора, который сегодня находится уже на небе. И сегодня одна из целей, почему я здесь, чтобы говорить именно об этих детях, говорить об этих семьях, говорить о тех людях, которые имеют какие-то ограниченные возможности. И я рад сегодня приветствовать наших телезрителей. Добрый вечер, добрый день, доброй ночи там, где вы находитесь. Мы рады сегодня быть с вами. И у меня сегодня здесь самые прекрасные мои гости и самые прекрасные друзья, с которыми я буквально очень недавно познакомился, но они стали очень хорошими и близкими, потому что у нас есть одно желание служить таким людям. Поэтому рад сегодня приветствовать Виктора, который сегодня, в принципе, привел нам наших друзей, который сегодня предоставил этих друзей, которые вместе с нами. Виктор Федотенко – это координатор и директор работы «Аквамед», который работает по оздоровительному процессу людей. И также у нас сегодня замечательные гости. Рад сегодня видеть вас. Это Вадим и Юлия Рисенчук с города Киева, Украина. И они возглавляют ассоциацию, которая называется АИК – Ассоциация инвалидов-компьютерщиков. Мы рады сегодня вас видеть. И давайте мы начнем с вас, Виктор. Пожалуйста, расскажите, как вы привели наших сегодня друзей сюда. Вы, в принципе, знаете их намного больше. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие телезрители. Действительно, сегодня еще одно большое чудо в моей жизни. У меня в гостях мои давние друзья. Это Юля и Вадим. Мало того, что они друзья большие, они еще проводят очень большую и серьезную работу в Украине. Они работают так, как мы. Я лично и клиника моя занимаются людьми с ограниченными возможностями. Потому что каждый человек, у кого не важно, что болит. Болит спина – уже ограниченные возможности. Болят глаза – уже ограниченные возможности у человека. Поэтому мы работаем все время с людьми с ограниченными возможностями. У каждого есть эти барьеры. Одни барьеры люди ставят сами себе. Другие барьеры есть врожденные. Но наша задача и цель работы моих друзей – это снять эти барьеры. Поэтому это большие друзья. Они ведут очень большую работу. И я хотел, чтобы они немножечко отдохнули. Я приглашал Вадима и пообещал ему, что я когда-нибудь… У него мечта была побывать в Америке. И я ему пообещал это. Но все время у него не было времени. Он все много работал, потому что он расскажет об этом сам. И вот настало такое время. Но больше это заставило их, почему приехать в это время. Сегодня в Украине сложная ситуация. И к ним в ассоциацию обращаются люди немножко другого плана. После войны. Это добавляются инвалиды. Они больше работали с людьми, которые с детства. Инвалиды. Я не хочу говорить это плохое слово. Инвалиды. Меня Юля все время поправляет. Спасибо, Юлечка. Потому что это прежде всего люди. И действительно это, как их называют, разрушители стереотипов. И вот я в первую очередь, библейский принцип. Надо начать с себя. И вот как тяжело мне уже, общаясь с ними, сколько раз я себя ловлю на том, что опять говорю слово инвалиды. Неправильно мы говорим. И надо разрушать прежде всего для себя. Менять историю. Менять историю. Это люди с ограниченными возможностями. Поэтому и сегодня здесь у меня был план немножко другой. Чтобы они отдохнули, подлечились в нашей клинике. Потому что Крым уже нет возможности у них полечиться. Это основное, где лечились инвалиды. Поэтому я планировал подлечить их немножко, показать Америку. Но тут Бог начал делать свои очень большие планы на них здесь, в Америке. Во-первых, дал контакт пастырь Вандерук. Познакомил нас с тобой, его группа пастыров. Когда мы связались с тобой, я даже не знал, что в Америке ведется такая большая работа. Опять ломаются стереотипы. Я вам должен сказать, что я сам рад тому, что Бог сводит нас. И даже я заметил, когда встречаешься с такими людьми с разных направлений, мы, может, ведем более духовную работу. Вы ведете более медицинскую работу. Вы ведете более образовательную работу. Но что интересно, мы начинаем видеть, как Бог начинает собирать общество этих людей в одно целое, в одну команду. И набирается такая большая армия, которая начинает менять историю отношения к этим людям. Вообще само понимание людей к отношению к этих людей. Поэтому спасибо, что вы так заботитесь. И я вот хочу сказать, что когда я наблюдал, как вы постоянно, вы как отец для них, я очень благодарен Богу, что вы есть, и что вы служите, и что вы помогаете. Потому что реально я увидел, когда вы просто помогаете Юле сесть в машину постоянно. Просто что-то в сердце аж. Такая радость, что мы можем служить друг другу. Это просто прекрасно. Я бы хотел перейти больше к нашим друзьям. И больше сегодня поговорить также о вашей работе. И мы еще вернемся к Виктору. И послушаем планы, которые есть у всех нас общие. И вы знаете, я бы хотел сказать следующее. Сегодня я бы хотел обратить наше внимание на то, что говорит Библия. Библия говорит в Римлянам 8, 28. При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению. Дорогие, я хочу заметить это слово. Все содействует ко благу. Мы иногда думаем, мы иногда строим свои планы и думаем, что не все может содействовать. Я сегодня хочу просто, чтобы вы увидели вместе со мной, в жизни наших друзей, все содействует ко благу. Бог, Он великий Бог. Он Бог, который любит нас и который делает огромную работу в нашей жизни. И мне понравилось одно выражение, которое используют наши друзья. Если ты сможешь увидеть невидимое, ты сможешь сделать невозможное. Вы знаете, однажды мне позвонила одна мама, и она просто так меня вдохновила. Она слушала нас в Израиле, и она написала нам одно письмо. Она сказала, я научилась слушать неслышащего Бога и подчиняться Ему, чтобы служить этим детям. И у нее тоже сын уже ушел на небо, и они с мужем пережили достаточно сложное время в своей жизни. И они сейчас служат таким же людям. И вот вы знаете, иногда действительно, как услышать неслышащего Бога и именно Его слушаться. Вот поэтому сегодня хотелось бы больше поговорить о Юле и Вадиме. И они люди, я знаю, что вы люди скромные. Вот сколько мы два дня с вами уже общаемся, я вами просто восхищаюсь. Вы даже вот насколько стильно одеты. Ну просто не скажешь, что вы люди с ограниченными возможностями. Мы уже тут с Виктором говорим, что вы люди с неограниченными возможностями, потому что на вас приятно смотреть. Вы только буквально недавно поженились. У вас такое турне по Америке, вы путешествуете. Но вы еще люди очень заняты. Вы делаете огромную работу. Вас знают в Украине. И для меня сегодня даже честь, что я могу быть вместе с вами и просто говорить о вашей жизни. И я все это время понимал, что изменить общество по отношению к этим семьям возьмет время. И я понимал, что сами родители должны что-то начать делать. Второе, я прекрасно понимал, что именно эти люди должны что-то начать делать. И третье, это братья и сестры этих детей особых, которые имеют какие-то трудности. И вот мне сегодня приятно в этой студии, именно что уже вы встретились на пути. Мы вот буквально записали недавно передачу с Женей Морозовым, которая буквально выйдет на этой неделе. Это человек, которому 30 с чем-то лет, и его мама воспитала особым образом. Он имеет даун синдром диагноз, но он просто такой человек, который вдохновляет. И вот мама сказала одни такие хорошие слова. Я ей сказал, врач, это пластилин. Что вы слепите, то и будет. И сегодня мне приятно, что уже не я просто как родитель говорю об этих людях, но говорите вы сами. И вот поэтому для меня сегодня хочу, чтобы мы дали вам возможность вашими глазами посмотреть на мир, в котором вы живете. Потому что многие люди совершенно не понимают, что происходит. И кто эти люди, и зачем мы об этом говорим. И вот поэтому я бы хотел подчеркнуть то, что Юля пришла в мир с людьми, которые имеют инвалидность. А Вадим, можно так сказать, больше вырос в этом. И вот смотря на вас, как вы прекрасная семейная пара, которая сегодня и имеете просто классную романтику, и живете жизнью, радуетесь, служите людям. Я думаю, что иногда здоровые люди не имеют такой жизни, как вы имеете. Поэтому хотелось бы послушать вас. И поэтому, Вадим, хотелось бы начать с тебя. Вот в детстве, когда ты рос, ты говорил, что в 5 лет буквально у тебя была какая-то ситуация, ты заболел. И расскажи нам больше, как это произошло. Но мне очень интересен один момент. Каким образом, вот чувствовал ли ты, что ты другой человек? Как ты поборол это? Как тебе приходилось это в жизни, в школе? Приходилось ли воевать за себя, стоять за себя? Потому что смотря на тебя, ты человек уверенный. Ты человек, знаешь, что ты делаешь. Вот хотелось бы послушать именно тебя, что ты скажешь о своем детстве. Здравствуйте, дорогие зрители. Ну, что я могу сказать. Заболел я действительно в 5 лет после осложнения. После того, как я переболел ангиной, у меня началось осложнение, воспаление от сустава. И, соответственно, начала развиваться такая болезнь, как полиартрит. Конечно, я чувствовал то, что многие вещи я не могу делать так, как это делают другие. И в этом плане мне пришлось закаляться, набираться сил. И в этом процессе очень большую роль сыграла мама. Она, к счастью, воспитала меня таким образом, чтобы я абсолютно самостоятельно относился ко всему, что происходит в моей жизни. Она готовила меня к этому с самого раннего возраста. И плод от этого то, что на сегодняшний день я имею хорошую работу, я занимаюсь социальной работой, помогаю не только себе, но и другим. Могу себя обеспечить полностью. Ну, давай вернемся к тому, даже как ты себя можешь обеспечить. Потому что, кроме всего, ты по профессии у нас юрист. И я даже думаю, что многие телезрители даже иногда не могут поверить, что такие люди могут добиваться таких результатов и что-то делать именно в жизни, что они просто где-то на простой работе. Но ты еще, можно так сказать, защищаешь других людей. Поэтому каким образом ты смог поверить в то, что ты можешь это делать? Это, опять же, заслуги мамы или ты тоже приложил в это немало усилий? Конечно, это заслуга мамы. Она постоянно стимулировала меня каким-то новым целям, новым достижениям. И во время учебы, что позволило мне закончить школу с серебряной медалью. И во время учебы в университете, что позволило мне также закончить с красным дипломом. То есть она так вот невзначай, как бы, может быть, неброска, но спустя многие годы я понял, что постоянно от мамы шла работа надо мной в том, чтобы стимулировать меня к новым, новым целям. Ну, прекрасно. Я просто очень благодарен Богу за твою маму. Мы больше еще поговорим о наших родителях. Юлечка, хотелось бы услышать тебя. Ты, как вообще ты попала в мир, где люди имеют какую-то ограниченную возможность? Пожалуйста, поделись, как это произошло. Ну, я, наверное, начну с того, что волей судьбы я поступила в университет. Единственный у нас в Украине университет, который именно сделан для людей с инвалидностью. То есть он полностью приспособлен для людей с инвалидностью. Туда берут много, большое количество людей с инвалидностью. При том, что ты была совершенно здоровой девушкой. Да, я была абсолютно обычной девушкой. И, в общем-то, я мало что знала о мире людей с инвалидностью, о людях с инвалидностью. Но поступила в этот университет. И причем поступила на факультет социального работника. Если кто не знает, это социальный работник, это тот человек, который в том числе помогает и людям с инвалидностью. Поэтому я думаю, что какая-то, наверное, судьба привела меня туда, именно в этот университет. И тогда я еще была обычной студенткой, ходила еще, была, ничем не отличалась от других девушек. Но так случилось, что 23 сентября 2006 года я попала в автомобильную катастрофу. И с того момента я передвигаюсь исключительно на инвалидной коляске. Я совсем не могу ходить, совсем не могу стоять на ногах. Но ты достаточно самостоятельная, смотря на тебя. Ты все делаешь сама, и Вадим делает сам. И просто это вдохновляет просто, что вы просто добиваетесь результата. Не сразу я к этому пришла, не сразу стала самостоятельной. На первое время я всегда была зависима от кого-то, от родителей, от друзей. Все время приходилось кого-то просить. Но каждый раз постепенно я преодолевала что-то. То есть первый раз выехала на улицу, первый раз сама смогла помыться. Это даже такие банальные вещи, которые сразу человек не может этого делать, потому что у меня был поломан позвоночник, и мне было порой даже тяжело сесть. И постепенно, постепенно мне хотелось все делать само. Мне не хотелось кого-то просить. Я хотела быть самостоятельной, хотела быть независимой от кого-то. И мне не хотелось кого-то с собой обременять. Поэтому я всегда стремилась достичь того, чтобы максимально быть самостоятельной и делать все сама. Прекрасно. Просто хотелось бы узнать, я насколько знаю, что роль мамы сыграла и в жизни Вадима, и в твоей жизни. Просто огромную колоссальную роль. Хотелось бы, чтобы вы поделились именно вот, что мамы должны делать, а что мамы не должны делать. Потому что вот мамы, они мамы, они любят. И вот чувство мамы, оно просто необъяснимое иногда. Иногда они даже делают то, что не надо делать, опять же в любви. И поэтому вот мне понравилось твое выражение, которое ты сказал в отношении мам, что они не должны делать, как это, гетерогиперопек. Ну, что хотелось бы сказать. Родители не должны попадать в крайности. Потому что в семье, где есть дети с инвалидностью, есть две крайности. Ну, может быть, две крайности, которые нередко встречаются. Это родительская гиперопека, когда родители чувствуют некую свою даже вину в чем-то. Или считают своим долгом и обязанностью заботиться о ребенке таким образом, что практически блокирует всяческую самостоятельность его. Это рождает в ребенке не совсем правильное воспитание и неприспособленность к будущей жизни. Потому что он привыкает настолько к этой опеке и считает, что ему все должны. Да, и рождает комплекс того, что я такой, я ничего не могу, вы все должны для меня что-то делать. Это ущербно. И все родители должны помнить, что рано или поздно ребенок останется без родителей. И вот важная обязанность родителей подготовить ребенка к этому времени на протяжении его жизни. Делать все, чтобы он учился быть самостоятельным. То есть я думаю, что мама должна делать это еще с самого детства. Это не то, что вот она решила делать это уже когда он подрос. Это просто нужно настраивать себя. Да, это постоянный процесс. Это достаточно кропотливый процесс. Потому что как ребенок взрослеет, так и родители должны увеличивать его самостоятельность. Я еще хотел сказать, что есть также крайность, когда родители очень халатно относятся к детям с инвалидностью. Это тоже рождает ряд негативных последствий. Ребенок замыкается, даже в определенном возрасте он начинает бунтовать внутренне, капризничать, не соглашаться. И родители получают такого маленького загнанного волчонка, обозленного на весь мир, в том числе на своих родителей. И сами родители потом это тоже. Еще, наверное, и на самого себя. Потому что он не знает, сколько из этого выбраться. И в такой ситуации вообще все начинают страдать. Должен быть во всем баланс, золотая середина. Там, где действительно ребенок чего-то не может, ему нужна помощь. Но, как показывает наш опыт, наше наблюдение, в серьезных ограничениях все равно можно ребенка подвести к таким умениям, что он все равно приспособится и будет справляться сам. Хотя, на первый взгляд, кажется, что он этого не может. Юля может рассказать пример. Такие примеры в нашем фонде. Я могу, например, сказать, что у нас есть в фонде ребята, которые ничего не могут делать, но они работают на компьютере с помощью носа. При этом делают такую непростую работу, создают баннера, размещают их, что-то администрируют. При том, что у них не работает другая. Да, абсолютно не работает. То есть тоже родители правильно подносят своему ребенку то, что он все равно должен жить, должен бороться, что-то делать. Да, вот в таком плане. Вот Юля, хотелось бы услышать, давайте я скажу нашим телезрителям, если вы хотите больше посмотреть именно о том, как ты переживала вот это состояние, когда ты только после аварии и вот это состояние со здорового человека в мир ограниченности. Я сегодня смотрю на вас, вы наоборот уже неограниченные люди. Если вы желаете посмотреть, буквально есть две видеопередачи с Максимом Максимовым, вы можете посмотреть именно ваши переживания Юли, именно как она просто боролась, работала над собой. Также вы сможете посмотреть фильм, который есть уже на Ютубе о вашей работе. Но мне все-таки хотелось спросить тебя, вот насколько мама, как мама отреагировала на все, как вообще произошло у тебя все? Ну, мама меня очень сильно любит, поэтому, естественно, ей было тяжело это все воспринять. И так получилось, что я попала в аварию в другом городе, не в Киеве, и она тут же прилетела, как только могла, ко мне в больницу, где я лежала. И, знаете, я вообще, я когда лежала еще только после аварии, я всегда, я как-то была очень позитивна, и всех всегда успокаивала. Я помню, как я очнулась, и мама стоит надо мной и плачет. Я говорю, мам, ну чего ж ты плачешь, я ж жива, все хорошо. Ну, тогда еще просто я не знала, что за дверью моей маме доктор сказал о том, что я никогда больше не стану на ноги. Я этого не знала, потому что мне никто ничего не говорил. И, конечно, для матери пережить это, услышать такие вещи о своем ребенке, это очень больно. Я пока еще не мать, но мне страшно даже представить, насколько это было ей тяжело, это все слышать, видеть меня в таком состоянии. Ну, потом, знаете, меня, мама, никогда не было тоже такого, что там ты инвалид, грубо говоря, да, лежи, я все сделаю. Она меня всегда стимулировала. Она тебе помогала, она так помогала. Вот, смотри, вот ребята, какие есть, тоже на колясках передвигаются, они там танцуют, они занимаются спортом. Давай, может, ты куда-то пойдешь. То есть она меня стимулировала все время. Прекрасно. Я бы хотел немножко переключиться вперед и просто, может, люди смотрят на нас сейчас и думают, ну, эти ребята, они интересные. Я бы хотел просто нашим телезрителям показать одну очень простую вещь. Вы сейчас увидите буквально через пару минут очень интересный клип, где наши ребята, они насколько риск-тейкер по-английски говорят. То есть те люди, которые рискуют, те люди, которые меняют историю, разрушают стереотипы. И буквально общаясь вместе с вами вчера, они мне сказали очень интересную вещь, что они даже увидели, как Бог соединил их в одну плоть даже в том, что они делают. Например, Вадим не может нагнуться, Юля достает снизу. Юля не может достать сверху, Вадим достает сверху. То есть Бог буквально вот так их соединил. И они сегодня… Двое стали одной плотью. Двое стали одной плотью на самом деле. И Вадим, он как настоящий джентльмен, просто насколько романтик. Это Юля так рассказывала, с таким восторгом, как на эльфовой башне, зарабатывая собственные финансы, как адвокат, Вадим везет Юлю и говорит ей о том, что он ее любит. И потом уезжает в… вы уезжаете на острова, и он на небе, на парашюте предлагает тебе выйти замуж. То есть это просто прекрасно, что вы просто молодцы. Вас нужно пример ставить, и от вас нужно учиться. Поэтому мы просто благодарны Богу, что вы это делаете. Они не могут ходить, а затем умеют летать. Камал Мамедов – член паралимпійської сборной в Азербайджані. В инвалидному везгу уже 7 лет, но это не завадило ему приехать в Украину и стрибнуть с высоты 3500 метров. Это было здорово. Цим стрибком Камал вхотре довів. Люди з обмеженими можливостями, здатні на необмежені вчинки. Как бы объяснить, но это нужно самому привести. Вот сейчас, вот не объяснимо такое приятное ощущение. Идею азербайджанца підтримала украинка Юлія Козлюк, президент Асоціації інвалидів-компьютерників. До ней долучилися іще двоя друзів з інвалидністю. Для них це вперше. Перед стрибком інструктор ставить найскладнейшее завдання. Таща на приземлении ноги поднять лучше. Сергій Пиріг стрибав з парашютом більше двох тисяч разів, але в такому тандемі екстремант стрибає вперше. Снимаю шляпу. Я надеюсь, що ми в дальнейшем будем поддерживать отношения, дружить. Небо нас объединяє. Початкицю Сергій підбадьорює і наголошує. Запорука вдалого польоту усмішка, аби щоки не роздував вітер і вдалися фото. Так вот именно, чтобы вот этого тир-тир-тир не было, необходимо улыбаться. У неба Юлю переповнює щастя, а на землі відповідальність. Мне надо срочно позвонить маме. Вікторія Осянікова зізнається, її батьки і досі не знають, що донька зважилася на такий крок. Мама, прости меня за этот поступок, что я тебе не сказала. Приземлення кожного зустрічають аплодисментами. Парашутисти-початківці всі як один запевняють. Стрибок зробив їх упевненішими у собі і щасливішими. ТСН Особливе намагається відчути те ж саме. Дорогие, я специально хотел, щоб ви посмотріли, на що способні ці люди. Ці люди прыгають з висоти 3,5 тисячі метрів? Или 10 тисяч фит? Тільки для того, щоб щось зробити. Зачем ви це зробили? Почемо ви це зробили? Хочеться зробити від вас. Ну, прежде всього, существує в обществі такий стереотип, як то, що люди з інвалідністю – це некий баланс, некий іждивенець в обществу. Що вони требують тільки обеспечення, і при цьому самому обществу нічого не дають. Ми хотіли б це разрушити і показати іншу сторону людей з інвалідністю, показати, що при определенних условіях ми можемо абсолютно наравне з іншими членами обществу работать, жить, радоваться, приносити пользу обществу. Тому що даже наші примери личні, ми стараємося з личними примерами показати обществу, скільки і чого ми можемо дати этому обществу. Рядом з нами ми хотіли б, щоб люди обычні поняли, що багато їх проблеми є ничтожними, надуманими, що їх легко рішити. Ми як лакмусова буважка. Рядом з нами дуже складно заговорити о депресії. Я думаю, все це розуміє. Рядом з вами можна тільки сміяться і радоваться. Я часто кажу об цих вещах, що порой на роботу приходиш, видиш какое-то уныние, видиш у чоловіка какая-то проблема, я подхожу і кажу йому, що злучився. Тому що злучився? Він говорит, проблема. Говорю, ти думаєш, що у тебе проблема? Поехали со мною. І треба привести к чоловіку з серйозною формою заболевання, який живет, радується, роботає. І цей людина починає осознавати, що його проблема на самом деле вообще не проблема. Просто він надумав, як о проблемі. Спасибо, що ви це робите, тому що ви, я б так сказав, провоціруєте людей, які мають полне здоров'я, при цьому нічого не роблять. То есть, спасибо, що ви є, і що ви це робите. Вот, хотілося б більше узнать немножко о вашій роботі. Як все починалось? Кто це все починало? Як все це відбувалося? Вадим, пожалуйста. Да, це почалось, наша робота, по сути, почалась в 99-м року. Бо два друга, два человека с інвалідністю, Євгений Манукало і Сергій Стропа, к сожалению, сьогодні вже їх немає з нами. вони були боліни такою болезнью, продовжительна життя, яких дуже коротка. Вот, вони загорелись идеей, почувствували цю идею, з тим, що, поскільки вони ограничені і мають проблеми з передвиженням, і в Советському Союзі, дійсював принцип запрятати інвалида. Тобто, і він був ініціатором всього цього фонду. Дійсював, це не відбувається, і вдруг він знаходить тебе, як адвоката, і таким образом ви познакомились, і ти почав йому допомогати, і в принципі, з цього все почало, що коли Женя відбуваєшся на небо, ти просто, як, що відбуваєшся? Чому ти почав все це робити далі? Це якась дружба, що-то відбуваєшся? Як ти Юлю нашов, як все відбуваєшся далі? Я не можу однозначно, це комплекс причин, тому я це не бував і продовжував роботу Жені. Можна назвати дружескі відношення, і то, що було неправильно. Похоронити в місті Жені то дітище, котре він создав, за котре він переживав, котре він хотів, щоб розвивався і далі, і росло. І після Жені, після смерти Жені фонд відбував таку глибоку депресію. Могі хлопці впали в определінну апатию к нашій активісті. Разочарування. Да, разочарування. Тому що Жені був, якщо не всім, то дуже багато в фоні. Я, як мог, старався захоронити хоча б те проекти, які були в фоні на той момент, і підтримувати на протяжі долгого часу. Мені інтересно, от наших зрителів, яким чином ти знайшов Юлю? А може, може, підтримуватися. Мені інтересно, на определенную харизматичность, на ее привлекательность, на ее организаторскую… А ее красоту, привлекательность? Ты сначала смотрел на деловые качества. Да, первым делом, конечно, деловые качества, но все равно, когда в руководителе еще и присутствует привлекательность и коммуникабельность, это намного повышает уровень руководителя. Интересно, наверное. Да. Вот. И мы практически устроили допрос Юле, потому что… Я, насколько я знаю, что ты говорил, что ты был достаточно жестким к ней. Да, я такой вот. И сейчас Юля мне рассказывает, что она где-то даже перепугалась. Такие требования. Мы допрашивали не я один. А то есть вся ваша команда? Да. То есть несколько человек, но она… Виктора Владимировича только еще не потом. Вот вы знаете, мне бы хотелось, Юля, слышать от тебя, потому что мы когда говорили, ты сказала, что тебе приснился этот сон, и я бы хотел заострить внимание на то, что все содействует ко благу в нашей жизни. Мы иногда относимся к людям с инвалидностью, с каким-то сожалением, а сегодня я, вы знаете, смотрю, что нужно к нам относиться к сожалениям, потому что то, что они делают, мы иногда не делаем. Каким вот образом ты, когда ты попала в аварию, и в это же самое… Расскажи нам, пожалуйста. То есть в это же самое время получается с Женей буквально там несколько, буквально… Ну я опять-таки… Ты увидела в этом как-то правительство Божье. Да, я опять-таки повторю, что даже в этом была тоже показана, как будто бы это… Ну, моя судьба, это все было какой-то Божий план на всем этом. Потому что так получилось, что я попала в аварию буквально за несколько, за две или за три недели до Жениной смерти. Мы потом уже, когда я пришла в фонд и познакомилась с Вадимом, мы потом уже это поняли. В этом что-то есть, наверное, Господь готовил замену в фонде АИК. И ты стала тогда уже… И я проходила подготовку, и только в 2009 году мы познакомились с Вадимом, познакомились с фондом, с другими ребятами. Я никогда не забуду этот день, это 20 ноября 2009 года, когда мы встретились первый раз в кафе в Киеве. И тогда они мне сразу предложили возглавить фонды. И тогда был Вадим, Наталья Круг была. И они, на самом деле, Вадик говорит, что я испугалась. Но я даже, сложно назвать именно испугалась, я, наверное, восхищалась. Я тогда почувствовала, что вот почему-то почувствовала, что тот день был какой-то очень значимый в моей жизни. А мне это же как-то понравилось, как ты сказала, что тебе сон приснился. Это уже было позже. А, это да, это тогда было, да, да, да. Мне приснился сон, я уже была на тот момент верующим человеком, ходила в церковь, и мне как-то приснился сон. Я его, честно говоря, не помню, именно сам сон. Но хорошо помню всё, что было после. Я проснулась, я помню, что я стояла, и было много людей, я что-то говорила, и было много людей с инвалидностью, которые меня слушали. Я проснулась, и почему-то вот начала молиться. У меня побуждение было сильное помолиться. И тогда я, наверное, никогда так не молилась. Вот, я просто плакала, просила Бога, чтобы он мне доверил работать с людьми с инвалидностью и что-то сделать, чем-то помочь. Когда наступило утро, я позвонила знакомому, который возглавлял организацию, и говорю, ты мне можешь помочь? Я хочу открыть организацию свою. И вот таким образом вы тогда познакомились. Да, и этот знакомый мне сказал, я тебя познакомлю с одним, ты очень вовремя, потому что у меня есть друзья, которые ищут руководителя для организации уже готовой, то есть с историей уже совсем подготовленной организацией. Вот вы знаете, дорогие друзья, я просто хочу вам сказать то, что на самом деле все в нашей жизни не происходит просто так. Бог заранее готовит нас. И я хочу обратиться особенно к родителям, которые сегодня разочаровались или не знают, что происходит в их жизни. И когда я увидел Юлю и Вадима, я сразу просто увидел то призвание, которое Бог на них положил. Я хочу вам сказать, Бог серьезно призывает вас в огромное служение. Я хотел бы, чтобы мы еще поговорили немножко дальше о том, как вот с Женей получилось. Я вот хотел бы, чтобы вы, как человек, который знали Женю очень давно, вот как вы приходили к нему в гости. И вот, пожалуйста, расскажите вот со стороны. Как меня, я очень благодарен судьбе, что я именно в моей жизни встретился вот такой человек. Я работал в институте травматологии и ортопедии. Я каждый день видел людскую боль, горе людское. И каждый день, встречая этих людей, сердце как-то уже, знаете, ну как окаменело. Очерствело. Уже очерствело. Уже ты видишь. Привык. То есть уже привыкание. Как на войне привыкают люди. Уже стрельба, уже им не страшно. И когда Вадим мне сказал, так получилось, что у меня остановили мою фирму, все остановилось, надо было работать на компьютере, а я его вообще не знал. И Вадим мне говорит, у меня есть человек, который может научить вас. Подождите, вы здоровый человек, и вдруг вы обращаетесь к Жене, в которой он работает два пальца. Я не знал. Вадим мне этого не сказал. Он говорит, есть человек, который может вас научить работать на компьютере. Хорошо, давай мне, я с удовольствием, потому что раньше у меня все в отделе работали, а тут так получилось. Ну это отдельный разговор. Я тоже хочу об этом, может, с тобой потом поговорить. И вот я приезжаю к этому человеку. А он соседу возле моего дома. Ну вот так вот было Богом усмотрено. Я захожу, человек, который видел, я думал, что я видел все. Но когда я увидел Женю, во-первых, меня поразило, я позвонил ему, он говорит, дверь у меня открыта. Я захожу, никого нет. Захожу, кто-то говорит, не вижу людей. Вдруг смотрю, лежит комочек. На кровати лежит комочек. Я вас прерву, вы можете посмотреть видео на ютубе, где есть именно история Жени, и историю этой работы, пожалуйста, продолжать. И вот я вижу человека, и у меня вот затаилось дыхание. То есть и первая мысль, что мне может помочь этот человек. И вы знаете, когда начали с ним говорить, очень тяжело было начать разговор. Дух вот забил, дух, не знаешь, как. Но потом потихоньку, Женя это понимал прекрасно. Он начал шутить, он начал говорить, то есть не я его успокаивал, он как-то меня, то есть он меня ввел в разговор, вы знаете. Начали говорить, начали говорить. И что еще меня поражало? Позже приходишь, смотришь на этого человека, и сразу хочется чем-то помочь. И вот однажды я прихожу, говорю, Женя, чем тебе помочь? Я хочу тебе помочь. А он спрашивает, вы точно хотите мне помочь? Я говорю, да. Он еще раз спрашивает, как Иисус спрашивал, вы точно хотите мне помочь? Я говорю, да, Женя. Он-то встает в свою тетрадь и говорит, вот Марину надо отвезти в поликлинику в такое-то время, в такой-то день. Пете не хватает 20 рублей на лекарства. Этому человеку такое, что вы выберете, что бы вы хотели помочь? Я смотрю на него. Женя, я тебе хочу помочь, что-то. А у меня, говорит, все есть. Мне ничего не надо. Вот это, вот это сразу перестраивает и сразу видишь совершенно другого человека. То есть он не думает, это Библия. Я встречаюсь и работаю с этими людьми, я увидел, как работает Божий принцип. Когда у нас есть проблема, все думают, что у них проблема. Они ищут, у кого больше проблемы. И только начинают помогать тем людям, Бог помогает. Бог помогает им, но в первую очередь Бог помогает тебе самому. Нам помогает. Нам помогает. Нам помогает. Вы знаете, если у нас нет всего лишь одного желания помогать этим людям, то у нас тысячу объяснений, почему мы не можем это сделать. И это, вы знаете, даже неприятно, я думаю, слушать эти объяснения, потому что они абсурдны. я бы хотел больше немножко переключиться. У нас программа подходит к концу и буквально за вчера мы посетили три церкви в Калифорнии, здесь в Сакраменто. И я думаю, что вы увидели сразу, что, наверное, у вас будет здесь бизи-график, вы будете сильно задействованы, много работать именно в том, чтобы служить людям. И я бы хотел услышать ваше переживание о церкви, потому что я насколько понял, что вы переживали как-то и плохое, и хорошее. Вот я бы хотел, чтобы мы здесь поговорили более откровенно, у нас не так много времени остается. Наши дорогие друзья работают тем, что они помогают людям через компьютеры приобрести работу для того, чтобы люди с инвалидностью стали независимыми. Многие люди думают, компьютер это грех. Я вам скажу, нож это и благословение, это и может какая-то быть проблема. Ножом можно колбасу резать для того, чтобы идти служить людям на улице, и ножом можно так же самое людей убивать, так же самое и деньги, доллар, компьютер. У вас в данный момент это рабочий инструмент. Но вот вопрос. Скажите, как вы чувствуете, как вам относятся в церкви? Вот вчера, как вы почувствовали, как это было вчера? Пожалуйста, Юля. Ну, мы вообще очень благодарны то, что у нас появилась такая возможность выступить в церквях. И мы очень благодарны тем церквям вчера, которые нас приняли и до этого принимали, и приглашали. Естественно, прежде всего, несмотря на то, что нас приглашают, чтобы выступить, чтобы что-то сказать этим людям. Но я хочу сказать, что прежде всего это для нас хорошее исцеление. Вот даже за вчерашний один день я это почувствовала на себе, потому что так получилось в нашей жизни, и почему-то и у Вадика это получилось параллельно и у меня, что мы оба получили разочарование в церкви. То есть так получилось, что мы ушли в церковь. Более подробно, потому что многие люди не совсем это понимают. И я бы хотел, чтобы именно люди, как вы, сказали именно, что вы почувствовали. Что почувствовали вчера? Что почувствовали вчера? В чём разочарование? Это очень длительная история. Я не знаю, стоит ли об этом говорить. Мы столкнулись с тем, с чем мы не могли согласиться. И попытка решить эти проблемы, к сожалению, вызвала некое отторжение нас от церковной жизни. Не только по нашей инициативе, но и по инициативе, такой скрытой инициативе самих церквей. Об этом можно много говорить, но самое главное, что именно вчера наше какое-то преткновение оно получило ответ и заставило нас задуматься, изменить, в первую очередь, своё отношение. Мы увидели разнообразные церкви, пусть они все будут благословенны, пусть их плод преумножится. Они разные, но они по-своему играют какую-то большую роль в духовной жизни, в жизни очень разнообразных людей. Мы увидели эту разноплановость и где-то для себя осознали, что церкви могут быть непохожи, в них могут быть разные люди, но всё это тело Господне. Каждый играет какую-то очень важную роль. От самого простого прихожанина до пастора. Например, мы были приятно удивлены в церкви, последней церкви, которую мы вчера посетили. В церкви, где пастор Алекс Пикун. Да. Вот вы вчера так много об этом говорили, что вас сильно удивило? Мы почувствовали особую энергетику. Особую энергетику. Нам было приятно и неожиданно, что пастор большой церкви вышел встречать на улицу прямо нас, приветствовать нас и оказал такое очень... Личное внимание. Личное, тёплое отношение. Мы давно этого не испытывали со стороны руководящих пастырей. Как-то по-особенному это было. Я думаю, что Бог особой любовью вам вчера послужил через этого пастора особенно. То есть, начиная с утреннего служения, мы были в церкви, в церкви Эммануил. Вы были очень благословлены в церкви «Богусмотрит» и потом в церкви, где пастор Алекс Пикун. Вот мне интересно, что вы переживали, потому что я когда смотрел, после того, как вы поделились своим свидетельством, люди посмотрели короткий фильм. И вот что самое интересное, он подошел и просто от лица людей еще благодарил вас, и он сказал, это была евангелизация для здоровых людей. Вот что вы тогда чувствовали? Ну, чувствовали, что действительно все, что происходит, это не зря, потому что мы иногда даже, Виктор Владимирович, нас с самого начала как-то надо выставить церкви, а мы из-за того, что когда-то получили разочарование, мы как-то от этого, ну, может быть, не стоит, может быть... Они нас не поймут. Да, они нас не поймут или еще что-то. Вы знаете, я хочу вам сказать то, что я вам уже говорил много раз, Бог сегодня поднимает армию именно родителей, именно Бог поднимает сегодня армию таких людей, как вы, и людей, которые, даже как Виктор, будут вместе работать для того, чтобы изменить общество. у нас остается очень много времени. У нас остается очень много времени. Я бы хотел, чтобы на экранах телевизора вы можете посмотреть сейчас, как связаться с нашими друзьями в Украине, то, что они делают. И я бы хотел совершенно очень коротко, Виктор, вы как человек, который занимаетесь оздоровительным процессом для этих людей с разной инвалидностью, я знаю, что у вас есть желание начинать санаторий. Пожалуйста, вот кратко, буквально несколько минут поделитесь этим. Вы знаете, то, что приехали ребята, я думал, что они больше будут учиться здесь. Но, когда готовились мы к этой встрече, мы увидели, что здесь очень много наших, русскоговорящих, славян наших с этими же проблемами. И они практически не решаются. Хотя в Америке есть абсолютно все. Есть все. Но мы как-то этим не пользуемся. И то, что я увидел, очень много звонков получил от разных людей. И я понял, что надо делать, вот мы уже сделали санаторий для взрослых. Делаем выездные туры. Я вижу, они очень успешно работают. Но я и увидел то, что надо лечить и наших детей вместе с семьями. Потому что в первую очередь идет духовное. Вот так, как приехали мои друзья, то есть я видел, я чувствовал, что у них они духовно заболели. То есть не те лекарства им дали, что надо обладать. То же самое здесь. То, что ты поднимаешь эти вопросы. Почему мы так начали работать? Почему нас Бог свел вместе? Потому что мы видим это и мы говорим об этом. Поэтому здесь, я думаю, мы это сделаем. Если Богу будет это угодно, а это ему, я знаю, что угодно, надо будет сделать это. Мы над этим уже работаем. Если у кого-то из зрителей будут какие-то предложения, будут какие-то вопросы, обращайтесь. Я думаю, вместе мы можем сделать... Хотите, дорогие, увидеть данные Виктора Федотенко сейчас и позвонить в его аквамент-центр. У нас осталось буквально пару минут. Я хотел бы дать вам слово, чтобы вы обратились к нашим телезрителям. И что вы хотите сказать, пожалуйста, о вашей организации, пожелать? Ну, конечно же, хотим пожелать нашим телезрителям самого-самого лучшего благословения от Бога. И я хотела бы сказать вот тем людям без инвалидности, без ограниченных возможностей, чтобы они немножко изменили свое отношение. Если вы чувствуете, что у вас какое-то было до этого стереотипное отношение к людям с инвалидностью, как о людях, может быть, не совсем полноценных, то я хотела бы разрушить это и сказать, что все люди равны, неважно, как он передвигается, этот человек, какой цвет кожи имеет. Все люди равны, и все люди заслуживают того, чтобы его слышали, его уважали, его принимали. Каждый человек хочет реализовать себя. И его любили. Да. Вот поэтому вот такое мое пожелание. А также хотела бы обратиться к верующим людям, что в церквях часто есть такое мнение, что если человек с инвалидностью, значит, у него маленькая вера. Я хочу сказать, что у Бога нет ошибок. Если он допускает, что вот человек или родился таким, или стал впоследствии таким, то значит, он должен служить Богу в таком состоянии, какой он есть. Должен верить в то, что Господь в свое время его поднимет на ноги, и он станет здоровым. Но никогда не нужно думать, что вера маленькая, или ты какой-то не такой христианин. Поэтому вот хотелось бы, чтобы люди это поняли. Вы знаете, я с Виктором, и многие люди свидетели того, что вы на самом деле, у вас очень большая вера, потому что верить, когда все хорошо, это все могут верить. Верить, когда все не так просто, вот это и есть вера. Поэтому еще раз хочу обратиться к вам, наши дорогие телезрители. Мы рады сегодня быть вместе с вами, что вы слушали нас в этой передаче проекта «Иисус и Гектор». Мы работаем вместе, приглашаем сегодня многих людей работать вместе. Людей, которые изменяют историю образования, людей с инвалидностью, людей, которые занимаются с медицинской точки зрения, для того, чтобы помочь им всем возможным. И мы работаем духовно, для того, чтобы произошло исцеление сердца, произошло изменение вообще самого естества, что это не просто какое-то проклятие, не просто какое-то наказание, не то, что просто произошло в жизни, то, что невозможно было произойти, и это какая-то ошибка. У Бога есть план, и Он для того, чтобы благословить вас. Мы благословляем вас, мы прощаемся вместе с вами, и до скорых встреч. Мы любим вас. Спасибо за ваше время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok